Борьба с незаконными торговыми павильонами вступила в финальную стадию. Казалось бы, в Саратове уже не должно остаться ларьков, ведь их сносом занимаются давно. Но не тут-то было. Одномоментно избавиться от незаконной торговли невозможно. В основном из-за сложностей, связанных с земельными участками. Но борьба продолжается. Например, на первой дачной снесли еще несколько павильонов. На месте работала наша съемочная группа. В последние часы доживают несколько ларьков на первой дачной. К сносу торговых павильонов приступили запланированно, говорят сотрудники администрации. Еще в марте суд вынес решение о том, что земельный участок должны освободить. Сегодня его исполняют. Ларьки сносят, а освободившееся место отдадут под продолжение детской площадки. В 2013 году был освобожден от нежилого здания кирпичного. Самовольная постройка была. И на этом месте сейчас размещается детская площадка. Путем демонтажа этих павильонов планируется расширение данной детской площадки. Эта детская площадка одна из немногих в микрорайоне. Ксения с ребенком здесь гуляет постоянно. Говорит, было бы здорово, если бы место прибавилось. Тогда можно было бы продолжить игровую зону и высадить зеленые насаждения. В прошлом году здесь сделали зеленую зону. И сейчас ведется демонтаж ларьков. Хотелось бы, чтобы зеленую зону расширили. У нас всего с ребенком погулять. Вот эта площадка и площадка напротив. В микрорайоне всего две площадки по прогулке. В этом микрорайоне ларьки сносят уже не первый раз. После очередного демонтажа торговых павильонов почти не останется. Городские власти планируют в ближайшее время полностью очистить от несанкционированной торговли эту зону и весь город. Правда, процесс не быстрый, поскольку многие земельные участки, на которых располагаются ларьки, находятся в аренде. Нам приходится бороться, вести судебно-претензионную работу, чтобы вернуть парки и скверы в пользование горожанам. И они могли со своими семьями с комфортом там отдыхать. В городе переизбыток торговых площадей и жителям не нужно столько ларьков и мини-магазинов, которые, как наследие 90-х, еще стоят в некоторых парках, на газонах и тротуарах, уродая облик Саратова. Тенденции в городе неплохая. Значительная работа по благоустройству зеленых зон проведена во всех районах города. Планы на будущее тоже серьезные. Глава Саратова Олег Грищенко заявил, что власти будут и дальше следовать намеченному пути. Незаконно возведенные объекты торговли уберут с улиц, а освобожденные участки отдадут под зоны общего пользования.